Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на моем канале. В этом видео я буду делиться с вами покупками из китайского сайта aniexpress.com. Пожалуй, хватит вступлений и я начну с покупки, которая мне понравилась больше всего. Итак, как вы думаете, что это такое? Она голубая и круглой формы. Кажется, я слышу правильный ответ. Да, это маленькая портативная колонка. И да, она не простая, потому что она с алиэкспресс. Ее можно использовать в душе, а за ней есть крутая присоска. Для чего колонка для туша, спросите вы? Там же ж нужно вроде бы как мыться, а не слушать музыку. И это правильное рассуждение. Но мы никогда не задумывались о том, что было бы круто слушать музычку и наслаждаться теплым душем. Китайцы все просчитали. Она выполнена из матового пластика. В середине у нас вот такая вот панель управления. Она прорезиненная. Здесь у нас пять кнопочек. Включение, перемотка вправо и влево. И принятие вызова с отверстием для микрофона. Да-да, теперь в душе можно разговаривать по телефону через динамик. Корпус защищен от влаги и попадания воды за счет того, что отверстие динамика находится сзади. Снизу у нее порт для подключения зарядного устройства. В комплекте оно не идет, но это стандартный разъем. Я думаю, вы у себя найдете дома подобную зарядку. Заряжается колоночка ну максимум час и работает без зарядки около трех дней. Присоску можно снимать и эту колонку всегда можно брать с собой. И нет, я не забыла опомянуть о качестве звука. Так как это копеечный динамик, ждать от него чудес, конечно же, не стоит. В принципе, музыка играет без посторонних шумов. Звук у нее достаточный для ванной комнаты. Поэтому с уверенностью могу утверждать, что это очень классная, эргономичная, мощная и супер нужная колоночка. Динамик можно коннектить с телефоном или ноутбуком с помощью Bluetooth. Звуковая и световая индикация подскажет, когда ваше устройство будет подключено к колонке. А также, когда происходит входящий вызов на ваш телефон. Я, например, обожаю вечером включать радио на телефоне и подключать эту колонку. Очень удобно перекладывать радиостанции с помощью прорезиненных кнопочек. Единственное, что, как по мне, не хватает этой колоночки, это какой-то каченьки для переключения звука. Следующая покупка это вот такой вот салатовый яркий котелок. И нет, это не кастрюлька с детского набора посуды. Это весы. Да, вы не ослышались, это кухонные весы. Они очень портативные и вмешаются внутрь вот такой вот котелка. Сами весы в виде вот такой вот маленькой таблеточки. И внизу у нас открывается дисплей. С двумя кнопочками. Сброс включения. И память на последнее взвешивание. Можно купить весы только в вот таком виде. Можно за символическую цену добавить вот такой вот пластиковую посудину. Они там есть разных вариаций. Более глубокие, без ручек, в виде мисочек разных и так далее. Кухонные весы рассчитаны на вес до 5 кг. Есть функция сброса массы посуды. А также выбора единиц измерения веса. Я, например, приобрела эти весы для того, чтобы начинать потихонечку готовить по рецептам. Потому что, если ты знаешь точный вес ингредиентов, фактически ты можешь быть уверен в хорошем результате. Кушают эти весы две батарейки типа мизинчиков. Они в комплекте не идут. Усилены вот такими вот резиновыми вставками, которые предотвращают скольжение по кухонной поверхности. Все это вот так вот компактно складывается и может храниться на любой кухонной полочке. Как по мне, это самый удобный, нужный и очень компактный девайс для кухни. Дальше покупочки у нас пойдут чисто девчачьего характера. Смотрите, что я купила. Целую кучу китайских приспособлений для создания разного рода причесок. Сейчас они выглядят мега странно и больше похожи на какое-то орудие пыток. Особенно вот это. Сзади инструкции, как это все использовать. И я хочу снять отдельное видео, где с помощью этих всех прикольчиков я буду делать разные прически. И мы проверим, работает ли это на деле. В тему волос я купила вот таких вот три супер нежных и супер няжных бантика. Это резинки для волос. Там их есть огромное количество в разнообразных расцветках. Сто это несущие копейки. И мне нравится, что каждый бантик выполнен из такого вот плотного, как будто проклеенного материала. При этом он не сминается, и его форма не теряется. И в итоге у вас на волосах будет идеально завязанный бантик. Здесь довольно неплохое крепление самой резинки к бантику. Но я уже умудрилась одну оторвать, потому что повесила ее возле накрывательного прибора. И походу у меня подтаял клей, и она просто развалилась. Они мега хорошенькие, и мне кажется, их можно использовать при создании любой прически. За пару центов решила прикупить вот такую вот заколочку с очень милым цветочком. Такой немножко пляжный стиль. Да, мне по-моему пора в отпуск. Следующая совсем копеечная покупка. Это вот такая вот повязочка махровая. Давно ее себе хотела, но носки почему-то она стоит как хорошая расческа. В Китае это всего лишь пару центов. Очень удобно убирать волосы, когда вы хотите сделать увлажняющую или очищающую маску для лица. Решила все-таки нарядить не только себя, но и свой телефон. Пила пару, даже тройку вот таких вот интересных пластиковых чехлов. Один я уже надела. Это вот такой вот белый чехольчик с выглядывающим котиком. Следующие два чехла, они более красочные, но честно говоря, печать выполнена отвратительно. Рисунок абсолютно не четкий. Очень размытая такая пиксельная, некачественная печать. Они сдалека выглядят, кстати, неплохо. Но вблизи это... Как вы думаете, что это? И нет, это не капа для занятий единоборствами. Это, как пишут китайцы, специальная система, которая должна выравнивать зубы. Так как вы мне часто пишите, что у меня кривые зубы... Ох уж эти добрые комментаторы. Я решила попробовать это чудо артоталитической отрасли. Оно выполнено из какого-то силикона и вроде бы как должно там за 4 месяца полностью мне сделать идеальную улыбку. Приходит оно вот такой вот милой упаковки. Стоит тоже сущие копейки. По-моему, оно еще было на распродаже, когда я его покупала. Все бы ничего. Ну, как вам сказать? У меня начинается очень жесткий рвотный рефлекс. Ну, это вот. Я хожу постоянно так, контролирую себя, Алена, возьми себя в руки. Только не выплюнуть, только не выплюнуть. Вместо того, чтобы просто расслабиться и заниматься своими домашними делами, в то время, когда у меня как будто выравниваются зубы, я постоянно думаю, так, Алена, только не блевануть. Лишь бы не блевануть. Конечно же, в целях выравнивания зубов я эту штуку использовать не могу просто. Но приспособила для отбеливания зубов. Я обычно покупаю какой-то отбеливающий гель для зубов и вставляю вот эту вот капу на определенное время. И так как она немножко прижимает зубы, гель более эффективно работает и отбеливает зубы. В общем, честно, ерунда еще, конечно, та, но стоит копейки, поэтому мне не жалко. Смотрите, что я себе нашла. Да, это она. Это малюсенькая, супер нежная, маленькая, такая супер девчачья плойка для волос. Да, это плойка. Она не детская и не для кукол. Помни себе классный функциональный прибор. Здесь у нас есть и супер милый мимимишный зажимчик, розовый индикатор включения, супер удобный, вертящийся вокруг своей оси провод. Эта малюска неимоверно мощная, разогревается для высоких температур довольно быстро, буквально 5 минут. Конечно, если у вас густые длинные волосы, явно тот приборный для вас. Но мне, например, очень нравится, потому что у меня короткие волосы, ее удобно брать с собой, если вы, допустим, хотите поехать на море, но не хотите тащить здоровенную плойку. Она довольно качественно выполнена. И, боже мой, посмотрите, как она выглядит. Просто на секундочку давайте насладимся. И последняя покупка сейчас смотрит прямо на меня, потому что это свет. Я надеюсь, вы заметили, что мои видео стали немножко светлее. Да, и это благодаря этой покупке. Я честно очень долго и придирчиво сидела на сайтах фототехники и выбирала себе светительный прибор. Честно, я не знала, что всякие принадлежности для съемки стоят настолько дорого. Короче, я очень долго и нудно копила на эту вещь и каждый раз заходила на сайт просто понаслаждаться ее видом. Я знала, что она мне мега нужна и с этим прибором мои видео будут выглядеть намного лучше. Но, блин, почти 2000 гривен за какую-то лампочку. Серьезно? В общем, я собралась силами и отдала их. Надеюсь, это стоило того. Сам софтбокс выполнен довольно качественно. У него гнездо на 4 лампы. Есть 2 переключателя, которые поочередно включают пару ламп. Удобный регулируемый по высоте штатив. Также можно регулировать уровень наклона софтбокса. Укомплектован белой тканью и рассеивателем. Сам софтбокс очень хорошо и быстро складывается. Я вам обещаю, много места у вас в квартире он занимать не будет. Сравнительно с киевскими расценками это недорого. Тем более, продавец очень отзывчивый. С ним можно договориться, например, купить не 2 суббокса, а пока один или как-то поочередно. В общем, идет он на контакт. Можно даже выбросить маленькую скидку. Все ссылки на товары, которые я показывала в этом видео, я обязательно оставлю внизу в описании. Вам нужно только нажать кнопочку «Развернуть». Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще более интересных видео. Если вы хотите еще больше видеть обзоров на товары из Алиэкспресс, кликайте внизу в описании. Там есть ссылки на все части моих видео, а также на целый плейлист с отзывами о товарах с Алиэкспресс. Спасибо вам большое за внимание и за то, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, не забывайте дать мне знать вашим пальчиком вверх, внизу, под этим видео. Еще раз спасибо вам большое за просмотр, а я вас всех целую. И пока! Сегодня я хотела бы рассказать о бижутерии из китайского сайта алиэкспресс.ком. Ну стоп, стоп, подождите. Это будет необычная бижутерия, не та, которая приходит в кулечках и маленьких дешевых конвертиках.